Сегодня я решила прогуляться по Семизу. В этом году я еще здесь не была, да и вообще во многих местах еще не была в этом году. И хочу вам показать Семизскую аллею, как ее сделали на сегодняшний день. Это аллея Аполлонов. Также можно встретить такие названия, как Семийский проспект, Кипарисовая аллея, Аллея голых мужчин, Ежовый проспект, Аллея четырех непьющих. По краям аллеи растут вечно зеленые кипарисы и ее чаще всего поэтому называют все-таки Кипарисовой аллеей. Ремонт пешеходной улицы начался еще в 2020 году. Сейчас, как видите, здесь практически все закончено. Поменяли плитку, стоят скамейки. Когда я здесь была в последний раз, это было где-то в начале декабря, в этом месте только укладывали плитку. Сейчас уже вся плитка выложена. До реконструкции аллеи здесь находился фонтан в виде бассейна, но сейчас решили сделать, я так понимаю, сухой фонтан. Видно, что еще какие-то работы по благоустройству ведутся, то есть не до конца сделали, но в принципе сама аллея готова. По ней можно гулять, сидеть на скамейках, отдыхать. Что, собственно, люди делают? Я видела видео, где на выходных здесь было достаточно много людей. Понятно, сейчас будний день, праздники закончились, все уехали, зима и народу не так много. Ну и, конечно же, символы Симийской аллеи – это статуи Аполлонов. На клумбах сейчас ничего не растет, оно и понятно, зима. Я думаю, что со временем здесь высадят цветы и будет очень красиво. Но это, по всей видимости, кто-то пошутил. И наверх копья повесил голову куклы. Я обязательно где-то здесь вставлю кадры, как выглядела эта аллея еще до ремонта, потому что я в Симийзе не в первый раз и не в первый раз вам его показываю. В этом месте стоят клумбы, они еще запакованы, как видите, и вы обратите внимание вот на этот вид. Гору Кошка можно смело именовать главной достопримечательностью Симийза. Но я думаю, что не только Горой Кошка и Скалой Дива примечателен Симийз. Одной из основных достопримечательностей Симийза являются его дачи и виллы, по которым сейчас мы с вами и прогуляемся. Для того, чтобы их все увидеть, нужно изрядно походить по Симийзу. Я их насчитала где-то около 17. Конечно, все их мы сегодня с вами не пройдем, но самое красивое увидим. Как говорится, будет повод еще вернуться. Современный облик Симийз приобретает в конце 19-го начала 20-го века, когда известные братья Мальцовы начинают продавать здесь земли для строительства тех самых дач. В то время это как раз смена направления в искусстве. И помните, я вам показывала город Выборг. Вот такие вот дома в стиле модерн, ведь они там строились в начале 20-го века. Также и в Симийзе. Вот идет конец 19-го, начало 20-го века. Здесь строились вот эти все дачи и виллы в стиле модерн. По моему мнению, самые красивые и, естественно, популярные дачи в Симийзе – это дача Мечта и Ксения. Обе виллы тесно связаны с развитием курортной зоны в Симийзе с середины 20-го века. Но эти дачи будет сложно не заметить, потому что находятся они возле дороги и в самом проходимом месте. Это центр Симийза. Здесь западный вход на Кипарисовую аллею. И тут мне встретилось вот такое симпатичное здание. Это бывшая вилла Большой Богдан. Наверное, в этом здании больше всего привлекает внимание балкон Ратон. Да, увенчанный полукуполом на втором этаже. А совсем рядышком расположилась еще одна дача под названием Диво. Возможно, она не выделялась бы на фоне других зданий Симийза, если бы вот не эта трехэтажная зубчатая квадратная башня. Здесь имеется такая небольшая лестница. Конечно, к самому зданию мы с вами не пройдем, но хотя бы вот так вот заглянуть можно будет. Давайте еще повыше поднимемся. Мешают деревья. Все-таки самый симпатичный вид был внизу у дороги. В этом месте находится дача под названием Нюкта. Это здание было построено в 1910 году, и в нем насчитывалось 12 комнат, часть из которых сдавалась в наем. Собственно, и сейчас здесь тоже комнаты сдаются. Дача Нюкта скрыта от постороннего взгляда, как, в принципе, и остальные дачи, которые я вам сегодня показываю, разве что кроме Ксении и Мечты. Но главное украшение этого здания – это скульптурное изображение богини Нюкты с факелом в руках на крыше дачи. А вы заметили, какие красивые названия у этих дач? Ксения, Мечта, Дива, Нюкта. Это здание с остро конечной крышей красного цвета, бывшая дача Хризалит. Памятник Владимиру Ильичу. Именно за ним и расположилось вот это интересное здание. Вот такая территория. Я здесь в первый раз. Чтобы вам было понятно, вот по всей территории, где я сейчас хожу, это территория санатория Юность. Зашла я на такую площадку. Вот впереди меня стоит дача Нюкта. Обратите внимание, здесь стоят теннисные столы, баскетбольная площадка. Скамейки стоят. И что я вам хочу показать? Вот если подальше отойти, да, то вы видите, вот впереди дача Диво, как она расположена, прямо у подножия горы. Вообще оказалось в каком-то непонятном месте. Я так понимаю, что это территория санатория Юность. Вот она, еще одна дача. Но не знаю, как называется. Здание украшено скульптурами. Надеюсь, вам видно. Ну, если здесь открыто, значит, и я тоже смогу сюда зайти. Вот это очень красивое здание. Я его увидела на каких-то фото. Ну, видно, что территория неухоженная. Стоят какие-то скамейки. Везде листва под ногами. Узнала у проходящего здесь мужчины, что эта дача выполнена в таких восточных мотивах. Называлась дачей Селям. В том же самом месте, где находится дача Селям, где я только что была, находится еще одно интересное здание. Я вот так вот вижу издалека, издалека, но не хочу туда идти, потому что там какие-то люди. И вообще гулять тут одной, знаете, не очень хочется. На самом деле тут же вот люди. Видно по белью, которое сушится. Поэтому не очень хочется мешать тут ходить. Я думала попасть вот на территорию вот этого здания. Там мне показалось, что есть балкон, но никак не могу понять, как туда зайти. Ладно. Значит, мне туда не нужно. Дачи дачами. Ну, а эти прекрасные виды и способствовали тому, почему здесь эти дачи строились. обратите внимание на цвет воды. Сегодня шторм, и я хочу сейчас спуститься туда, на пляж. Вы знаете, вот сколько раз я не была в Семизе, здесь всегда потрясающий цвет морской воды. Вот в Ялте у нас нет такого. Он ближе к синему, а здесь ближе к изумрудному. Я думаю, что будет многим интересно, как же сейчас поживает Семийский пляж во время зимних штормов. Я уже вижу, вот сколько гальки намыло. Ну, ничего, к лету все это будут ровнять. Хотя вот здесь можно увидеть, что та самая галька, щебень уже валяется и здесь. И в той части пляжа, где пошире, там все хорошо. Она мыла гальку именно вот в этом месте, видимо, где поуже. Вот она, она. Вот такой сейчас пляж в Семизе. Обычно летом вот на этих ступеньках люди сидят, загорают. А сейчас здесь вместо ступеней галька. Еще чуть-чуть, и она вся появится на набережной. В этой части. Постепенно галька все-таки становится более гладкой. Помните, да, какая она была здесь острая? А сейчас уже нет, не такая. Думаю, что следующим летом здесь будет лежать намного комфортней. И насколько сейчас сузилось расстояние между вот этими ступенями и морем. Сегодня мы с вами погуляли только по западной части Семиза, ну а в другой раз погуляем и по восточной, потому что там тоже есть что показать. Ну а вы подписывайтесь на мой канал и скоро с вами увидимся. Не скучайте. Пока-пока.